Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». Все чаще и чаще мы слышим от журналистов, что хорошим специалистом в средствах массовой информации становится не тот, кто получает профессиональное образование, а тот, кто больше внимания уделяет практике. Сегодня у тех, кто подумывает стать журналистом, возможность практиковаться появляется уже в школе. Например, они могут прийти в творческое объединение «Первая строка», где Татьяна Николаевна Фролова поможет сделать первые шаги. Здравствуйте, Татьяна Николаевна! Здравствуйте! Вот скажите, пожалуйста, а вы придерживаетесь того мнения, что нельзя научить быть хорошим журналистом? Вы знаете, не соглашусь с вами с первых же самых моментов. Я думаю, что стать хорошим журналистом может человек, который много знает и любит учиться. И в нашем клубе начинающем журналистов «Первая строка», который находится в Дворце детского творчества городском, мы, как педагоги, помогаем ребятам получить первые знания в сфере связи с общественностью, в сфере журналистики и освоиться, подумать и принять решение, надо ли им заниматься журналистикой или не стоит. Татьяна Николаевна, а как давно уже ваше объединение функционирует и каким образом строится работа с ребятами? Вы знаете, клуб начинающих журналистов действует уже третий десяток лет. Правда, у истоков стояла не я, а были прекрасные зачинатели. Это Софья Иванова и Вячеслав Астафьев. И вот они затеяли свои занятия с ребятами, теми, кто хотел заниматься журналистикой на радио, на телевидении и писать в газеты. Со временем этот клуб перебрался во Дворец детского творчества. И в 2008 году мне уже предложили поработать с ребятами, набрать группу. И вот с 2008 года уже я сама в клубе работаю с начинающими юнкорами. Клуб помогает ребятам не только узнать что-то о журналистике, но и на практике попробовать себя, конечно. В начале были нерегулярные выпуски газет. Затем уже, начиная с 2008 года, я уже с ребятами начала выпускать первые информационные выпуски пресс-центра Дворца детского творчества. У Вячеслава Астафьева появилась газета «Знай наших». А потом уже и мы наш информационный бюллетень переделали в газету «Глашатой». И вот уже 26 номеров вышло за это время. Прежде всего, мы знакомимся с ребятами на первых занятиях, выясняем друг у друга, кто что любит, чем любит заниматься, о чем хотел бы писать. И для детей такого возраста, для школьников с 5 по 11 класс ребята занимаются в нашем клубе. И, естественно, они прежде всего могут писать о том, что их интересует, что им нравится. И для того, чтобы выпускать полноценные номера газеты, потому что у нас газеты – это клубы начинающих журналистов и Дворца, мы пишем, конечно же, и о Дворце, о том, что происходит, о мероприятиях, об объединениях Дворца. И ребята учатся собирать информацию, учатся беседовать с людьми, договариваться о встречах, учатся писать, учатся редактировать, а потом уже и верстать свои материалы непосредственно в газете. Кто все-таки чаще всего к вам приходит? Можно выделить какой-то определенный возраст, с которого уже, наверное, начинают задумываться о том, кем они хотят стать? Вот, вы совершенно правы. Именно тогда, когда дети начинают задумываться о том, кем они хотят стать. Это 9, 8, 7, 10 и очень часто 11 класс. Как правило, столько возможностей у детей и у ребят, что они не могут сразу определиться, чем им заниматься. Но в большинстве своем к нам приходят ребята с гуманитарными наклонностями, любящие читать, писать, сочиняющие стихи, прозу и пытающиеся понять, чем же они на самом деле хотят заниматься. Определиться сразу сложно для детей. И нам помогает в этом еще и большая конкурсная деятельность. Мы с ребятами не только занимаемся теорией и практикой написания, но мы участвуем в разных конкурсах, разных уровней. Начиная с городских конкурсов, таких как конкурс «Начало», кстати, очень любимые детьми всего города и даже за рубеж, если можно так сказать, областных конкурсах, всероссийских и международных конкурсах. Вот мы постоянные участники международного форума «Одаренные дети» и неоднократно получали там первые, вторые места и гран-при. Татьяна Николаевна, вот мои учителя, пока я готовилась стать журналистом, мне говорили, что в журналистику можно прийти абсолютно из любой профессии, с абсолютно любым образованием. Было бы желание, стремление этому научиться и была бы практика. Вот с Вашей точки зрения, все-таки профессиональное образование именно для журналиста какую роль играет, вообще нужно ли оно? Моя точка зрения не меняется долгие годы. Я за профессиональное образование. Человек, имеющий профессиональные знания, он не на одной ноге стоит и не на двух, и даже не на трех. Он как стол на четырех ногах стоит, потому что у него есть все. Во-первых, профессиональные знания, то есть он знает, как нужно писать, какая форма должна быть у его материалов, чтобы они были прочитаны в газете, в интернете, просмотрены на телевидении, прослушаны на радио. Невозможно, согласитесь, не имея профессиональных знаний, сейчас работать в журналистике, потому что это не просто бумага и ручка. Это интернет, это компьютеры, это видеокамеры, это фотоаппарат, который невозможно использовать хорошо, если ты его не изучил досконально. А профессиональные знания дают эту возможность. Еще одно качество – это талант, умение писать. Это грамотность, высокая, я считаю, должна быть грамотность, потому что русский язык – это инструмент. И если ты умеешь пользоваться этим инструментом, то ты вооружен уже дважды, и ты можешь выбрать уже потом стиль свой, какой-то особенный, который тебе поможет как раз русский язык этот сделать. Татьяна Николаевна, для педагога всегда важен результат. Вот какого результата ждете вы? Вы знаете, вот к нам приходят учиться в последние годы пяти, шести, семиклассники. И подчас они оказываются более активными в своем поведении, в своей заинтересованности, чем ребята старшего возраста. Для них цель – понять, что это такое, стоит ли этим заниматься. И вполне вероятно, что очень многие из них дальше и не пойдут, и не будут заниматься журналистикой, увлекутся музыкой, компьютерами, всем, чем угодно. Для себя я ставлю цель дать таким ребятам раскрыться возможность. Для более старших, 10-11 классников, конечно, особенно выпускников будущих, конечно, они уже приходят с желанием получить конкретные знания и возможности, чтобы поступить уже в определенный вуз. Они, как правило, уже решения принимают. Для меня, конечно, важно, чтобы ребята не потеряли интерес к получению знаний, к общению, к постижению нового. Татьяна Николаевна, спасибо вам большое, что вы сегодня к нам пришли, рассказали о вашем объединении. Я надеюсь, что мы обязательно побываем у вас в гостях и познакомимся, возможно, с будущими журналистами. Спасибо вам большое за приглашение, и мы вас приглашаем к себе, а также приглашаем всех ребят, кто заинтересуется этой профессией, журналистикой. Мы всех ждем к себе в клуб. На этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok